так все у нас как-то работает но всем привет благополучия здравия чем мы сегодня займемся и это скорее всего мы будем рекомендовать тем ребятам рукожопчиком или диагностам которые хотят стать которые хотят встать рукожопчиками начать изготовление светодиодного пробника на оба т2 разъем поскольку эта вещь необходимая но не так часто и не так редко как можно себе представить и что для этого надо нам иметь для этого нам надо иметь светодиоды здесь вот видите это smd диода у меня здесь 805 номер по моему но разного цвета можно конечно иметь и обычные светодиоды такого плана красные желтые но у меня уже такой светодиодный пробник есть вот он что из себя представляет он сделан это то есть корпус и спор использован от фейкового фейковой диагностики вас 5054 прекрасно подошел здесь у меня мама тоже такая самопальная можно конечно приобрести нормальный разъем и здесь вот имеется вольтметр что будет вам сразу позволять что увидите на 30 шине потому что мы знаем что диагностика подключается питание берется прямо с аккумулятора через предохранитель то есть мы будем знать напряжение бортовой сети что делается и когда будете делать диагностику вы там увидите напряжение блоков и вот эта разница по ней вы можете судить вообще о состоянии вашей системы ну и также по пинам что делается на пинах в эти два разъема там как обычно работает здесь у меня все они зеленые светодиоды и красные таком шина потому что красный светодиод он изначально в природе он как бы самый яркий из всех напряжение допустим на к л линии может быть от 12 там до 28 вольт а на кан шине он не больше пяти вольт в нашем приборе который мы купили буквально недавно на дне распродаж он два с половиной вольта такой вот смд светодиода у них и это светодиоды по моему они 1,8 вольта у них зажигания у этих гораздо меньше полтора и можно использовать для их зажигания значит резисторы которые гораздо выше чем допустим здесь здесь у меня по одному кило ому стоит она кан шину меньше сюда же получается у меня светодиод скажем зеленого цвета у меня питается током от 5 до 15 миллиампер красненький у меня одного миллиампера он начинает уже сжигаться здесь смд будет гореть ярко-ярко поэтому мы на смд светодиодах 805 номера можем поставить большие резисторы которые в целом не будут практически влиять на работу наших диагностик вот ну это как бы первый мой такой пробник и он сделан таким монтажом и сейчас мы будем тоже с вами делать новый пробник и он будет немножко по-другому сделан для того чтобы нам сделать мы будем использовать с вами проволоку почему пробку потому что потому что если так разобраться и делать с какой-нибудь программе разводку платы под этот пробник то там скорее всего даже увидите что нужно три слоя монтажа то есть во первых разработка сама займет много времени и плюс это изготовление как-то непонятно как его делать в домашних условиях поэтому мы вообще будем делать монтаж используя проволоку скажем ну все что у меня есть то мы будем использовать ну и для этого нам понадобится что он будет немножко похож на предыдущий мой пробник нам понадобится какая-то плата я уже здесь примерно намекнул что я хочу делать все ссылки будут под видео это кабель это плоский кабель который где-то нужно его один метр плоский кабель который если так разобраться по большому счету он во первых скручивается в маленький размер если его скрутить все это дело то получается небольшого размера вся конструкция но это не единственное достоинство как показывает практика и вообще что на плоских кабелях можно гораздо длиннее делать всякого рода удлинители где проходит сигнал можно конечно использовать кабель от лпт разъема принтера он тоже подойдет он с оплеткой как-то я говорю что конструкция должна быть небольшая поэтому где-то метр плоского кабеля нужен будет потом нам нужен будет вольтметр этот вольтметр который там в закупках мы делали он немножко больше размером и он зажигается где-то от четырех вольт давайте это сразу и проверим проверим то есть его минимальный порог зажигания и максимальный как он у нас вообще работает если так посмотреть я думал что они маленькие эти вольтметры они уже такие уже все больше больше становятся ну вот он как горит если я буду уменьшать напряжение давайте уменьшать напряжение то есть с пяти вольт он начинает тухнуть 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 и вот 37 вольт он погас сейчас я вам покажу то есть 3 вольта он не горит а те работали чуть ли не с полтора вольта даже меньше еще чуть ли не с нуля как-то они работают этот с трех с трех вольт начинает гореть в общем так поэтому у китайцев такая интересная есть они вроде все нормально нормально потом бах что-то и как будто не было того нормального что было раньше и этот индикатор вам побольше если сравнивать больше ну может это даже лучше что побольше ну здесь питание тоже отдельно есть здесь стоит перемычка и и разрезать и отдельно питать вход от выхода питание отдельно давать на вольтметр и тогда он будет показывать с нуля то есть то есть можно так сделать ну в общем все понятно то есть здесь нам еще нужно взять такие переходники и немножко кабеля такого тоже плоского для того чтобы сделать переходник с одного разъема на другой здесь эти штекеры это как бы чтобы я мог подсоединиться к любому пину осциллограф и не тыркаться скажем за ну переворачивать плату для удобства то есть я надеваю сюда скажем 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 ну какой-нибудь штекер штекер где у меня тут тут нету в общем надеваю сюда штекер и привязываю к нему там осциллограф или что я хочу и спокойно могу не пользоваться руками что какие-то операции делать вот зачем два разъема нужны чтобы я мог перекоммутировать если мне надо будет любой пин на любой другой пин что нам еще для этого надо будет нам нужно будет вот маму это папа как бы то есть разъемы они фактически эти разы ну можно разобрать то есть вы делаете по шву надрез скальпелем нагреваете феном или кладете в кипяток и можно потом его вот так разогнуть сделать что необходимо и опять нагреванием вернуть в исходное состояние так что нам еще будет там наверно надо будет типа такой еще платки немножко а вот такой то есть здесь мы отрежем чуть-чуть эту платку и напаяем сюда smd светодиоды с резисторами и она будет где-то вот так вот стоять вольтметр ну так или так и здесь мы еще поставим одну кнопку с резистором 50 60 тонн для того чтобы делать запросы на пинах которые мы захотим вот сейчас мы найдем ну приблизительно это будет выглядеть так разъем будет здесь у нас стоять и вот эти которые прокалывают плоский кабель разъемы здесь если его разобрать имеются такие хитрые острые острые такие штуки видите они когда кабель продевается через них они его прокалывают не задевая соседи где-то будем с конца его засуять то есть у нас он будет выход вот так будет где-то вот как собирать или разбирать такие кабели мы вам попозже чуть покажем попозже покажем как это легко делать с помощью тисков хотя там специальный инструмент есть но ради одной штуки нам не стоит его покупать разъемы закрепим так на проволоке он будет на проволоке у нас ходить это мама и вот такой получится небольшой пробник который можно куда-то сунуть какую-то коробку и когда мы будем допустим ничего не подключать не перекоммутировать у нас здесь будет такой переходник сделан ну вот как здесь на той конструкции вот как на этой конструкции то есть отсюда сюда он может быть тоже плоский кабель хорош тем что можно в любое в любое место врезаться в этот кабель где добыть такие разъемы такие разъемы можно добыть с любой PC мамы видите он здесь разрезан как у меня здесь уже ну вот они там такого вида то есть компьютерных мастерских таких ненужных плат очень море можно к ним заскочить как-нибудь и взять пару троечку для поделок всяких и я просто кусачками отрезаю здесь у меня получается маленький разъем а вот одну часть я оставляю чтобы я не перепутал кабель местами то есть допустим если я буду делать делать буду ну из компьютерных там вот такие разъемы стоят видите у меня как здесь сделан то есть я не буду всовывать сюда я не перепутаю то есть у меня по-другому он просто ну не залезет то есть и он вот так только у меня может сесть здесь вот конечно можно было сделать с помощью вот такого рода штыре и все это вот на таких поставить ну я когда уже начал прикидывать эту конструкцию начал смотреть что получается что ну как то не то то есть она или потеряется одна одна будет закрыта другая не закрыта поэтому проще сделать переходник и это наверное будет более-менее правильно ну и тогда приступим для монтажа мы будем использовать проволоку скажем чтобы этот разъем жестко сидел мы будем использовать вот эту проволоку когда у нас будет много жил здесь проволочек напаяно он уже будет жестко сидеть что конструкция будет очень прочная ну и можно потом еще закрепить оплатка со светодиодами она будет стоять выше вот так вот да повыше и мы тогда расположим все так что как а мы видим то есть мы видим как разъем там какие у него пины и мы здесь должны видеть для себя точно так же чтобы выходили такие же пины тогда мы не будем путаться и нам легче будет работать с этими всеми делами после этого мы будем делать какие у нас на т.к. 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 Субтитры сделал DimaTorzok